Так, чат, погнали дальше, погнали дальше. Чё я предлагаю дальше? Чё я предлагаю дальше? А я предлагаю дальше. Кстати, булджать! Булджать! Мы не посмотрели булджать, а тогда, лол. Итак, теории God of War, Рагнарог, Кратос, Путешественник во времени. Давайте глянем, что там за теории. Множество тёплых слов можно сказать о God of War. Особенно тёплые будут посвящены сюжету, который одновременно просто незатейлив, но эпичен и психологически глубок. Многих эта игра впечатлила, а события четырёхлетней давности всё ещё проскальзывают в памяти. Поэтому все в едином порыве увлечённо гадают, что нас может ждать дальше. God of War, как я уже говорил, не раз. Я прошёл её на сто процентов, и это одна из самых лучших игр за последнее время, которую я играл. Я получил, ну, настолько ебанутое наслаждение. Ну, прям вот не могу. Я даже удивлён, что я так сильно насладился этой игрой. Сегодня я расскажу вам о теориях по God of War. Одна из которых слишком вероятна, а вторая, как вы любите, наполнена безумным СПГСом. Подпишись на канал, мальчик, ставь лайк этому видео во имя богов, остуди свой кофе и слушай историю. Ведь с вами был Джать, и мы начинаем. Первая часть God of War была наполнена множеством крючков и тайн, которые успешно цепляли игроков и разводили их на интригу. Осталось очень много нераскрытых вопросов, и, наверное, один из самых важных таких вопросов, кто такая Фэй? Номинально мы с ней знакомы. Она любящая мать Атрея и жена Кратоса, но помимо этого мы о ней фактически ничего не знаем. Персонаж настолько таинственный и скрытый, что даже её лицо было... А если спойлеры будут? Спойлеры будут к чему? К игре, которую я прошёл на 100%? ...спятана под погребальным саванном. А тот факт, что она была Йотуном, то есть Великаншей, был открытием не только для игроков, но и для главных героев, которые провели с ней рядом множество лет. Но интерес к её персоне возникает из-за её поступков, совершённых до смерти, как и сама её смерть. Причину её кончины мы, конечно же, не знаем, но она явно была ненасильственной. Во-первых, сама Фэй описывается как могучая воительница, впечатлившая своими навыками самого Кратоса. Во-вторых, если бы её всё-таки кто-то убил, Кратос бы в своём обыкновении отправился мстить и сеять разрушения. Плюс, всё семейство жило под защитой магии, скрывающей их от глаз непрошенных гостей. А Трей и Кратос воспринимают смерть Фэй естественно, как если бы просто пришло её время. Ведь на тот момент А Трей и Кратос считали, что Фэй обычно человек. Ну или что-то похожее на то, что может умереть от старости или из-за болезни. Но впоследствии, головами мира говорит нам, что великаны от старости не умирают, и скорее всего имеют иммунитет к заболеваниям. Получается, что Фэй намеренно наложила на себя руки, и тем самым дала начало великому путешествию от Рея Кратоса на вершину самой высокой горы в Йотунхейме, которая не только сплотила отца и сына, но и помогла от Рею понять, кто он на самом деле. Но зачем? Нужны ли такие радикальные меры, чтобы объяснить сыну, что он Локи, что он по сути последний Йотун в Мидгарде, а Кратосу, что он способен отпустить прошлое и смягчить своё сердце? Тем более, для погребального костра Фэй наказала Кратосу срубить помеченные ей деревья, которые создавали щит от Азиров. Не слишком ли рискованно подвергать свою семью опасности в лице самих богов? Трудно увидеть в этом поступке любящую мать и верную жену, но Фэй знала, что произойдёт. Она знала, что Кратосы от Рей дойдут целыми до намеченной цели и развеют её прах. Она знала, что они найдут ту самую фреску, которая расскажет им, кем Фэй была на самом деле и какие события будут ждать их в дальнейшем. Ведь Йотуны, в том числе и Фэй, видят будущее, и заглядывать они могут довольно далеко. А это значит, что Фэй знала не только то, что Кратосы от Рей просто дойдут до Йотунхейма, но и по пути убьют Бальдра, чья смерть знаменует начало Рагнарёка, смерти всего живого. И вот теперь уже не совсем понятно, так ли невинны были мотивы Фэй. Хотела бы Фэй просто рассказать правду о Трею Кратосу, она могла бы это сделать словами, перед смертью. Эффект был бы меньше, конечно, но суть сказанного осталась бы ясна. Но в таком случае от Рей и Кратос остались бы у себя дома, в полной безопасности. Блядь, мне порой кажется, что когда... Что сами разработчики даже не планируют эту хуйню. То есть, кто рассказывают, мне кажется, разработчики даже такие... Да-да, считай, что всё уже сделано. Жду, когда ты встретишься со Стасом Аскетом и выпайти на базу. Давай, Джакира, жди, блядь. Тирагнарёк никогда бы не наступил, потому что главные герои, по сути, его и запустили, а Локи в лице Атрея, если взять в учёт мифологию, не повёл бы армию йотунов на Асгард. Мне кажется, знаете, люди пишут сценарии, учитывают большую часть вещей, но также много нюансов не учитывают. И просто делают интересную историю с охуенной игрой. А потом выходит, что есть некоторые какие-то там... Ну... Несостыковки или там двойственные какие-то события, которые можно трактовать по-разному. Но они просто как бы это не учли и такие как бы... Блядь. А потом чуваки строят теории. И как бы ты их слушаешь, вроде бы логично, но... Из тех же фресок в конце игры мы можем немного узнать о трагичной истории йотунов и понять мотивацию Фэй. По местным легендам, Азиры или Асы в лице Одина, Тора, Бальдра и прочих скандинавских богов и еще более редкостные мерзавцы и жестокие убийцы, чем в мифах, истребившие почти всех йотунов в Мидгарде. А те великаны, кому удалось сбежать в Йотунхейм, нашли там свою могилу, осыпав своими трупами горы. Сама Фэй оказалась никем иным, как хранительница йотунов, которая всю свою жизнь противостояла богам и защищала слабых и невинных. Но так как защищать оказалось больше некого, Фэй могла решиться на отчаянный поступок — устроить Рагнарёк, чтобы боги Асгарда умерли вместе с ее народом. Ну да, это логично так-то. Или же ее план был еще более безумным. Многие акцентируют внимание на том, что прах Фэй, пущенный по ветру, начинает светиться, что намекает на наличие в нем магии, собранной из сожженных помеченных деревьев. Возможно, именно магический пепел, развеянный с вершины самой высокой горы, пробудет спящих в Йотунхейме гигантов, которые пойдут войной на Асгард. Про пробудившихся в Рагнарёк гигантов есть упоминания как в скандинавской мифологии, так и в самой игре мы можем наблюдать огромные замерзшие тела этих существ, и не факт, что они мертвы. Так что, можно надеяться на отсылку к Титанам, забирающихся на Олимп в третьей части. В любом случае, получается, что Фэй использовала Кратоса и Атрея, чтобы начать Рагнарёк и уничтожить Азиров, а предсмертное желание было лишь поводом. Возможно, что она никогда и не любила Кратоса, а просто следовала пророчествам и цинично добивалась начала конца света. Эта догадка даёт фейк... Ох, любовь женщин это вообще, блядь, отдельная структура. По-настоящему может любить только мужчина, блядь. Со своими там... ...глубины. Из идеализированного персонажа, направляющего главных героев на путь изменения и истины, она превращается в возможного злодея, чьи мотивы и поступки не так ясны и прямолинейны, как кажется. Следующая игра, скорее всего, будет активно... За больное? Да, на самом деле нет, это просто реальная жиза, честно говоря. Мужчина и женщина любят абсолютно по-разному. И то, что хочет мужчина, вот на самом деле такую любовь он от женщины, ну, наверное, никогда не получит вообще. Потому что женщина, она вообще... вообще по-другому просто, блядь, типа любит. Раскрывать этот вопрос и последний сюжетный трейлер второй части намекает нам, что во всём вышеск... Короче, любовь такая, как в аниме, возможно, между двумя мужчинами, блядь, но не между мужчиной и женщиной, вот и всё. ...сказанным есть доля истины. Атрей готов развязать войну с богами, лишь бы найти ответы о своей сущности и говорит, что, возможно, мама именно этого и хотела, на что Кратес со злостью отвечает. Мы не... Нет, не удалил ещё вилу. Не знаем, чего хотела мать. Вероятно, и сын, и отец догадываются, что Фэй манипулировала ими, но если Атрей это принимает, веря, что мама никогда не ошибалась, то Кратес не хочет в это верить. И даже несмотря на то, что в трейлере ясно было сказано, что герои хотят остановить Рагнарёк, чуть позже Атрей возмущается, почему Кратес не может перестать думать как отец и начать думать как военачальник. То есть, война всё-таки вероятна, и Рагнарёк может вступить в активную фазу, но Кратес этого не хочет. Он уже был катализатором войны с богами, где умер весь греческий пантеон, и он сам чуть не лишился жизни. Да и ментально Кратес хочет измениться, стать мудрым, спокойным и даже миролюбивым, а очередная война этому никак не способствует. И вот этот последний факт ведёт к ещё одной, куда более безумной теории, связанной с перемещениями во времени. Готовьтесь, сейчас начнётся доля с ПГС, несостыковки и куча версий, но звучит это интересно. Ещё в первой части многие фанаты согласились с догадкой, что темой следующей игры станет отцу Может быть тебе лучше почитать документацию? Потому что природа сделала так, что больше всего женщина любит своих детей. Сук. Спасибо большое за 50 рублей. Ты знаешь, я считаю, что... Я считаю, что любовь это совокупность чувственных и ментального состояния. И проблема не в детях, которые типа она любит на 100%, а проблема в том, что мне кажется, женщина просто на ментальном уровне не в состоянии воспринимать объект как-то вот более, не знаю, возвышенно что ли. Понимаете, о чём я? Что на самом деле все рычаги вот этого вот восприятия, они крайне примитивны, а у мужчин они находятся на немножко другом уровне. Поэтому все на той же серии фресок мы можем увидеть, как Атрей держит на руках тело кого-то, смахивающего на Кратоса. Самого Кратоса этот рисунок как минимум напряг. Он сам убил своего отца Зевса и теперь его может ждать смерть от рук сына. Причиной семейного конфликта может служить их разница во мнении. Кратос хочет остановить войну с богами, Атрей хочет её начать. Учитывая подавляемый Кратосом горячий нрав юнца, Атрей может не выдержать и в ярости убить своего отца. Но всё не так очевидно. Кратос решил умолчать об этой фреске, вероятно, придаваясь сомнениям, а сомневаться там есть в чём. На теле мужчин из фрески другая одежда, не видны каноничные татуировки, а рядом с этим телом неизвестного мужчины написано имя Хермонт. Так зовут посланника Одина, который хотел вернуть Бальдра к жизни. Действительно ли имя принадлежит этому телу, не ясно. кусок отвалился в месте, где должна была быть рука. Была ли она там на самом деле, не ясно, но если нет, то это рождает ещё одну версию. Одноруким в нордической мифологии был Тюр, скандинавский бог войны. И если взять за факт то, что руки на фреске действительно есть и две теории. На руках Атрея вовсе не Кратос, а Тюр, либо же Кратос в какой-то момент станет Тюром. С одной стороны, на логотипе God of War есть руна, обозначающая имя Тюр, прямо относится к Кратосу, амфора с его изображением и сосуд свином с острова Лемнос, что рядом с родиной бога войны. С другой стороны, Йотаны называли Кратоса другим именем, Фарбаути. По мифологии, этот великан как раз и являлся мужем Лоуфей и отцом Локи. Для существ, которые могут точно предсказывать будущее, ошибка в имени достаточно серьёзный проступок. Так ещё и в последнем трейлере нам показали самого Тюра, так что теория о том, что Кратос и Тюр один и тот же бог войны, кажется расползается по швам, но тут в дело вступают временные петли. Основным источником этой теории является гигантский змей Йормунгант и ещё один помимо Атрея великан, живущий в Мингорде. Судя по его предыстории, которую рассказал Мимир, Йормунгант змеется из будущего, который сражался с Тором в Асгарде, но получил такой сильный удар, что прорвал материю время и ощутился далеко в прошлом, впав в спячку до действий первой части. Предысторию змея и возможность путешествия во времени главные герои восприняли как бред, хотя это очень странно. Кратос уже перемещался во времени во второй части, чтобы обидеть Зевса и вернуть Титанов. Сам же Йормунгант при этом сказал, что Атрей ему очень знаком. И неудивительно, ведь по легендам Локи отец Йормунганда, а на фресках мы можем видеть, как из Атрея вырывается нечто змееподобное. Можно предположить, что во время битвы с Асгардом Атрей породил великого змея, но Тор отправит этого змея в прошлое, создав петлю. А если змея можно отправить в прошлое, почему нельзя Кратоса? И попав назад во времени, Кратос будет путешествовать по миру, стараясь исправить то, что случилось, постепенно превращаясь в Тюра. Блядь, мне не очень, честно говоря, нравится такая перспектива. Для меня в идеале было продолжать историю без исправления и назад, потому что их было и так достаточно до этого в других частях. А мне было бы круто не заканчивать историю, непонятно как, но как-то ее развить, чтобы он ушел в другие культуры, так сказать, к другим пантеонам божеств и так далее. И нам бы показывали абсолютно вот как вот здесь нам показали, да, как бы его окунули в абсолютно другую культуру, с другими какими-то богами и бла-бла-бла, и вот чтобы то же самое сделали еще раз. Это вполне охуенно и это бы никак не воспринималось как какая-то вторичная идея или что-то неинтересное. Это было просто охуенно, когда, грубо говоря, персонаж, который абсолютно не соответствует окружению, попадает туда, адаптируется и начинает с этим окружением взаимодействовать, постигая культуру и вообще все, что происходит там и как-то пытаться с этим сражаться, выживать и бла-бла-бла-бла. То есть это очень охуенно, я бы посмотрел еще очень бы много вот подобных интерпретаций. И я уверен, это было бы крайне заебись. Для этой версии существует множество зацепок. Тюр известен как миролюбивый бог войны. Он много путешествовал, помогал и делился со всеми мудростью. И несмотря на титул бога войны, свою силу направлял на прекращение войн, а не на их продолжение. К такому мировоззрению душевной кроткости стремится сам Кратос, который даже в последнем трейлере старается остудить пыл сына и не дать ему втянуться в войну с богами, предотвратив Рагнарёк. Также Тюр кипел большой любовью к великанам и помог им спрятаться от гнева Одина, и не мудрено, если твой сын один из них. Если путешествие во времени все же узаконят в следующей части, то картины из хранилища Тюра посвящены похождениям Кратоса. И для будущих... Да, почему бы не сделать игру про Кратоса, где он попал в пантеон Египетских богов. Да, это было бы круто. Кстати, первый раз подобное было в сериале Удивительные странства и Геракла. Он там тоже к концу сериала попал в Скандинавию. Довольно необычно было. Да, прикольно же. Я, правда, не помню эту серию, честно говоря. Я даже не знаю, смотрел ли я ее, но звучит уже прикольно все равно. Это, кстати говоря, тоже классная штука, что Кратос совершенствуется, ну как совершенствуется, так сказать, растет. Такое становится, знаете, взрослеет, можно так сказать, хотя он, типа, уже дохуя взрослый, но вы поняли, о чем я. Он уже к этому стремится. Версия, конечно, очень красивая, но ее портит наличие Тюра. Точнее, наличие Тюры заставляет гадать о событиях еще больше. Тюр в трейлере намного выше Кратоса, у него нет шрамов на предплечьях от цепей клинков хаоса и татуировка, хоть и находится на той же руке и переползает на лицо, все же значительно отличается как формой, так и цветом. А вот лица Кратоса и Тюра, ну, они слишком похожи. Те же скулы, форма носа, надбровные дуги, только у Тюра все лицо вытянуто. Что если с помощью магии Кратос изменился, став Тюром? Во вселенной, где огромный змей, рогатая голова и маленький мальчик предотвращается... Бля, ну вот эта теория, а что если с помощью магии, блядь, Кратос станет бабой? Вот вам и продолжение, блядь, вселенной Кратоса, где в роли Кратоса уже будет Кратосуха. Не знаю, но это полная хуйня. Да, вот это вот, типа, блядь, а что если это сон собаки, блядь, и на самом деле Кратоса не существует, это, блядь, больной Петя Васильков из 44-го, блядь, из 44-го психдиспансера. Ну, блядь, вот это вот... ...лежат к одному народу, это вполне возможно. Что если Мимир, правизнасть... ...вся фразу «мальчик не знает, кто ты на самом деле» подразумевал, что Кратос Тюр, а не легендарный призрак Спарты, но из-за пророчеств он сохранил это втайне даже от самого Кратоса. Что если фраза из финала самой-самой первой части Good of War «Теперь человек, победивший бога, следит за всеми воинами своим глазом» слишком буквально, и Кратос создал множество версий себя и вплёл их в разные мифологии. Так нет, это уже слишком острая форма СПГС. В любом случае, мне понравились все эти теории, потому что они дают возможность перенестись в мир Good of War и фантазировать, как бы могло быть и что будет. Вселенная этой игры предполагает множество возможных сюжетов, которые из-за впечатляющих персонажей и химии между ними создают множество приключений, и скорее всего приключение, которое произойдёт на самом деле, сможет удивить даже самого отпетого фантазёра. А у меня пока на этом всё. жмите подписаться на канал. Ну, ну, такое. Не знаю, не самый, не самый интересный видос от Булжать, конечно. Теория с временем, говорю, мне не понравилась. Надеюсь, это полная хуйня. И вот, блядь. Я уже объяснил просто, почему в процессе ролика. Вот. Ну и то, что он там поменялся с помощью магии, это вообще как-то высосано из пальца. Так можно объяснить вообще любую хуйню, практически любую. Типа, любые дырки можно этой хуйней будет залатать и додумать. Ну, такое. И так нехорошо, и я так плохо.